Здравствуйте, мои дорогие, дорогие мои подписчицы канала, YouTube канала Кругкальдс. Вот новый мастер-класс. Хочу вам показать детскую, детская платьишка-сарафанчик вот такой. Здесь нашивной, нашивной декор. Цветочки из обрезков были здесь пришиты. Пришиты бисером, вот такими бусинками. Не мелкий бисер, но такой покрупнее и красивый такой с блеском. Ну, можете любую бисер взять, любую бусу, а можете просто так пришить. Но я, цветы можете разные сделать, даже разговор сейчас не об этом, не о декорировании. Любой можете, что хотите. Сейчас будет разговор о шаблоне. Вот смотрите, этот шаблон, вот этот шаблон, когда я его использовала вот в таком состоянии, это был шаблон для вот такой жилетки. Вот он, один и тот же шаблон. Я его, раскладку делала козликом. И вот он, смотрите, насколько он свалялся. Теперь, этот же шаблон, если увеличить, вот я увеличила, в длине, в длину пустила, видите, заклеила здесь. Если его увеличить, и раскладку сделать вот в этой части, в одной, в одной третьей части. Я раскладку делала козликом. Здесь линию сделала просто в длину, горизонтально. Раскладку сделала просто один ряд горизонтально сделала. И от горизонтальной линии раскладки я делала раскладку вниз вертикально, в четыре слоя. Здесь просто раскладка козликом. И отсюда уже по этой линии две трети я раскладывала по вертикали и в четыре слоя. Четыре слоя сделала. Когда я уваляла, вот здесь у меня козликом, вот здесь у меня горизонтально, отсюда идет вертикально. И когда я его уваляла, когда уже уваляла, я начала растягивать шерсть. Вот просто уже войлок я растягивала, потихонечку растягивала, растягивала, и так растягивала, и так растягивала потихонечку. И вот эта толщина с этой толщиной уже стала одинаковой. И я ее полностью так растянула, предварительно постелила вискозу. Вы можете разные вискозы использовать. Я использовала голубую и желтую, вот такой золотистого цвета. И все это растянула. И вот смотрите, если раскладку делать, видите, одна и та же, один и тот же шаблон, только за счет того, что я войлок раскладывала по-другому, она у меня стала совсем готовой изделия, готовой изделия у меня стала вот такой формы. Если просто играть с раскладкой, то можно вообще изделия прекрасные делать. Это можно и взрослый сарафан сделать, это можно сделать детскую юбочку. Как изготовить из шерсти детскую юбочку, вот с такой техникой раскладки, я вам отдельный мастер-класс тоже покажу. Ну вот смотрите, и если раскладывать по этому шаблону, ложить полностью козликом, возможно, она была бы, ну не такой, может быть, вот такой была бы, вот такого фасона, видите? Если раскладку делать козликом полный, вот этот шаблон, можно добиться вот такого эффекта, а если как я, то можно вот такого эффекта. Поэтому этот мастер-класс очень интересный, тем более это детский, детская модель, видите, она такая красивенькая, и украшена вот такими вот цветочками, то мастер-класс получился абсолютно такой легкий, красивый и для девочек вообще прекрасный. И вот смотрите, вроде бы один и тот же шаблон, разница была только в длине и в технике раскладки. И совсем разные получаются вещи. Дорогие мои подписчицы, если вам понравился этот мастер-класс, я приглашаю вас вместе со мной пройти весь мастер-класс. Посмотрите, как я раскладываю, как я его рисунок наношу, как я вискозу вложу, как я вот здесь вырезаю. И если вам понравится этот мастер-класс, подпишитесь на нас, нажмите на лайк, напишите комментарий. Дорогие мои подписчицы, вот начали раскладку сарафана. Сарафан, с чего начинается изготовление шаблона, но я шаблон... В прошлом мастер-классе я вам показала детскую жилетку. Ну вот детская жилетка, шаблон вот здесь был. Теперь я эту же детскую жилетку сюда я наклеила, пробила шаблон и теперь сделала раскладку. Первая раскладка была... вот просто раскладывала в длину, в длину тупые концы у шерсти. Вот тупые концы я ложила в эту сторону, а острые в эту. И друг на друга вот так вот накладывала, накладывала, каждый ряд я разложила. Так я заливала шерстью, вот до этой части. Это примерно пройма. Здесь я шерсть положила вот в таком направлении. Потом я с этой стороны делала раскладку козликом. Ну вот схема вот такая. Схема вот такая. Это направление ворса сюда. Здесь в длину. И здесь раскладка козликом. Вот я примерно вот так вот раскладку сделала. Теперь я вот с этой стороны хочу сделать раскладку четырехслойную вот до этого. Здесь я раскладывать уже не буду. Здесь уже все. Здесь уже разложено. Я там раскладывать не буду. Это в горловине немножко уплотнила. Там двойной слой. Здесь немножко закрепила. А в остальной части это все раскладка козликом. Теперь тупым концом вниз шаблона раскладываем вторую раскладку. Слой. Второй слой шерсти. Просто делаю в длину. Просто в длину немножко с нахлестом. За шаблон. Это все делается. Сейчас пока я четыре слоя сделаю. Залью шерстью четыре слоя. А потом сверху буду заливать вискозой. Ну вот примерно вот так. Примерно я так вот второй слой. Беру не так много шерсти. Надо будет одинаковое количество из пасмы вынимать шерсть. И сюда друг на друга накладывать. И вот так вот мы заливаем шерстью. Вот раскладка будет вот до сюда. Второй слой. Потом опять я третий слой так же вот до сюда доведу. Потом четвертый слой. Это я сейчас пока все это раскладку сделаю. А потом во время убалки я вам покажу с какой целью. Здесь было четыре слоя. А здесь просто один слой козликом. Поэтому давайте я время не буду ваше занимать. Четыре слоя сделаю. С той стороны тоже четыре слоя. Так же четыре слоя. Такую же раскладку сделаю. Здесь четыре слоя. Здесь раскладку козликом. И потом зальем вискозой, нанесем рисунок и сваляем. Дорогие мои, я вот смотрите, что сделала. Я раскладку закончила. И уже сделала, залила вискозой. Это детская, девочковая будет. Сарафан будет в детской изделии. Поэтому я сделала вот такую расцветку. Теперь нужно будет... Я уже все промылила, все прошлиповала. Машинка уже прошлась. Она у меня первую валку получила. Теперь моя задача вытащить шаблон, чтобы изнутри тоже ее свалять. Теперь будем валять только изнутри, чтобы вот этот цвет вискозы был золотистый и чтобы шерсть не съела ее. Значит, мы с этой стороны будем брать и шаблон вынимать. Потихонечку будем вынимать шаблон. Вот где можно не бояться, что здесь растянется. Вот где можно не бояться. Потому что здесь я буду сейчас растягивать, чтобы сарафан немножко был расклешенный. Вот так вот вытаскиваем. Вытаскиваем шаблон, вынимаем шаблон. Так, его убираем, а он уже не можем. Потом можно будет примериться, насколько она привалялась. И все. Вот так вот берем из внутренней стороны. Я немножко воду уберу. Я на клеенку делаю, потому что... Я в прошлый раз красила шерсть, и у меня стом немножко окрасился. Поэтому я сейчас на клеенку делаю, чтобы краска не пришла. Вот теперь я буду валять и немножечко вот так вот... Немножечко, немножко вот так растягивать. Мы же раскладку делали снизу по-другому. Потихоньку, потихоньку, потихоньку можно будет вот так растягивать. И... Видите, она как... Насколько она растянулась. Сейчас я буду с этой стороны все шлифовать. Постараюсь, чтобы шерсть здесь свалялась. И одновременно буду растягивать. Здесь тем более раскладка у нас плотная. Мы же сюда раскладку делали как? Мы делали 4 слоя же, а здесь один слой. Поэтому здесь я буду свободно-свободно растягивать. Потихонечку буду валять и потихонечку растягивать. Вот так вот, потихонечку растягивать. Но сейчас она еще нехорошо приваленная, поэтому я много не буду рисковать. Но вот просто сам процесс, смотрите, она уже насколько растянулась. Вот видите, вот так я вот буду здесь все приваливать и растягивать, приваливать и растягивать, приваливать и растягивать. Давайте я все это буду сейчас делать, а потом в конечном результате вам покажу, насколько я растянула сарафанчик снизу. Вот он немножко будет раскрешенный. Дорогие мои, я вот сарафанчик, видите, он внутри желтый, я его вот растягиваю. Та раскладка, которую мы раскладывали, она специально вот такая раскладочка, которая позволит растянуть. Подал платье, позволит растянуть. Вот я сейчас растягиваю ее, смотрю в тех местах, где... где потолще, я там сейчас буду растягивать, а там где тоненько, не буду трогать. В общем, смотрите, я растянула, хорошо растянула. Вот здесь я еще не трогала, вообще не трогала. Она уменьшится. Это все равно сарафан детский. Я пока работаю только со второй части, с нижней частью сарафанчика. Вот там где потолще я растягиваю, регулирую, смотрю, где можно растянуть. Вот прям вот смотрите, будет видно. Моя задача растянуть сарафан и одновременно увалять. Я вот сейчас с ней работаю. Там где потолще я растягиваю, она между ладошками, она чувствуется. Очень хорошо чувствуется, особенно где вот стыковка была, там у меня получилось немножко плотнее. Я думаю, сейчас я уделю внимание этой части раскладки. Ну, у меня уже желтая вискоза, в принципе, начала просвечивать. Не сильно, но видно уже. Раньше была белая шерсть, а сейчас видно, что там внутри желтая вискоза. И вот я стараюсь, шерсть сама подсказывает, где шерсть прям вот беленькая, видно, я там растягиваю. А там, где уже немножко желтенькая появилась, я ее там уже не трогаю. Но я вот думаю, в принципе, осталось чуть-чуть. Очень маленько. Мало-мало осталось уже. Видно, мужик, хорошо растянулась. Очень хорошо растянулась. Такой красивенький сарафанчик будет. Я еще нашивной декор сделаю. Ну вот, в принципе, я, наверное, еще полчасика поработаю и уже перейду на эту часть. Ну и дам здесь отдохнуть и на ту часть перейду. Давайте я буду все время поэтапно-поэтапно вам показывать, как я здесь этот сарафан валяю. Здесь я хорошенько уваляю. Вот видно, здесь раскладка была в длину сюда. И я здесь ее хорошенько уваляю. Здесь уваляю. Здесь буду собирать. Вот эту часть я буду так собирать. Чтобы она была красивенько. Пока я работать буду вот с этой частью. Даже здесь уже трогать не буду. А вот, вот эта часть, вот эта часть и вниз подал тоже буду смотреть. Так что давайте я буду дальше валять, а потом поэтапно буду включать. И будет ясно уже на ту сторону. Потом переверну и вам покажу, где, что, как. Вот я вроде вытянула, прям вот хорошо вытянула. Сильно я тоненький не хочу делать. Это все-таки детская. И что я сделала? Я собрала вот эту часть. При раскладке мы вот здесь шерсть вложили вот так. Да? Вот так. Теперь мы ее собираем и уваливаем. Вот так вот ее уваливаем. Я ее, конечно, на пупорчатой клеенке уже уваляла. Я вам просто показываю. Эту часть я все уже сваляла. Время сэкономилось. Она уже готова к раскройке. Переворачиваем. Вот, дорогие мои, почему я пройму? Ну вот, смотрите, у меня, видите, какой лекал? Просто раз-раз скол с плеча сделала и даже пройму я... Никогда на шаблоне я пройму стараюсь не делать. Почему? Вот, смотрите, я ее уже уваляла. Теперь могу, я хочу ее скроить. Она не растянута. Здесь тоже не растянется. Здесь тоже не растянется. И она будет иметь, будет ровный край. Вот, платьюшка, сарафанчик, девочковый готов. Все уже. Осталось только пройму мне вырезать. И все. Я сейчас ее сполосну, отмыла. И дам на отжим. Сполосну, сделаю отжим. А потом уже буду кроить. Уже по-сухому. Хочу по-сухому скроить. По-сухому. Смотрите, здесь она растянулась. И вот, смотрите, шаблон. Вот он. Вот он шаблон. Давайте я зеленый клевок уберу. И вот, смотрите, шаблон. Вот он шаблон. Вот он уже увалялся хорошо. Дальше я ее уваливать не буду. Сейчас я еще ее по-сухому немножко, когда она по-сухому состоянию будет, я еще ее растягиваю. Тогда тоже немножко утюгом дам. Немножко на эту сторону и может быть еще сантиметр так посмотрим. Может 10 сантиметров я еще вытяну. Тоже возможно. Это тоже не исключенный вариант. В общем, вот так вот можно девочкам юбочки сделать, можно платьишки нарядные сделать, можно очень тонко сделать. для этого надо маргелланский шелк стелить сюда. Очень тоненький, если хотите, маргелланский шелк можно постелить. Но маргелланский шелк не даст вам вытяжку, надо будет просто маргелланский шелк вот такими кусочками давать, кусочками. Но я думаю, нет, вообще-то маргелланский шелк не стелите изнутри, не сможете растянуть. Нет, неправильно я вам сказала. Просто вот раскладка это не даст дыры, не даст. Она хорошо растянется. Сейчас она еще валанить будет. Я еще немножко ее буду растягивать. Ну, принцип сам. Вот осталось только скроить. Здесь скроить, здесь скроить, и все, и платье готово. Я еще ее декорирую цветочками. И все, платьишко готово. Можно будет носить царафанчик. Я, правда, пройму немножко побольше сделаю. Это горловину я имеется в виду. Пройму я сделаю по размеру, а вот горловину спереди сделаю немножко глубже. Изнутри может быть водолазочку ребенок оденет. В принципе, осталось только осталось только немножко доделать и все, а так платьишко уже готово. Дорогие мои, вот платьишко я прополоскала и на джиме. Он у меня в полусухом состоянии. Я сейчас взяла здесь 19 сантиметров отмерила пройму. И здесь тоже 19 сантиметров отмерила и прорезала пройму. И вот надо спереди сделать немножко проймы надо сделать немножко глубже. Немножко глубже сделаем. Так, вот и смотрите, я вот немножко здесь отрезала воротничок, но спереди я хочу сделать глубже. Я делаю глубже. Нет, даже еще глубже. Я тут карандашом нарисовала. вот так вот. Вот смотрите, платьишка в принципе уже у меня в полу готовом состоянии. Смотрите, сколько она на шаблоне. Хочу вам показать на шаблоне. Смотрите, видите, это шаблон. Вот он, шаблон. И шаблон, смотрите, он просто прямой. и за счет раскладки шерсти. Мы же ее раскладывали вот так вот в длину и еще в четыре слоя. и она когда вытягиваешь, она вот становится тоньше. Вот разница вообще в разнице нету. И она становится тоньше. По толщине она уже подходит к верхней части раскладки. И она еще вот раскрешенная. Смотрите, насколько она раскрешенная. Видите? Вот в такой технике можно делать и юбки, и платья, и сарафанчики. это будет сарафанчик красивый. Я его еще буду декорировать цветочками. Поэтому давайте я пока буду декор сюда нашивать. Вместе с декором он у меня пойдет в мантышницу вариться, я думаю, на минут пятьдесят. Потом я из мантышницы ее в горячем виде, когда это оттуда вынимать буду, я вот здесь немножко приваляю. вот так вот. И она у меня еще вот здесь немножко уменьшится. Немножко. Даже вот сейчас я ее так делаю и уменьшается. И моя задача будет ее разгладить, высушить и подготовить уже к окончательному завершению. В принципе, платьишко очень хорошенькое. Смотрите. Очень хорошенькое. Давайте я буду дальше работать, а потом еще буду снимать, показывать вам поэтапно, что я сделала, как я сделала, как я ее разукрасила, как цветы нашила. Ну, в принципе, самое сложное. Сейчас уже пришло к завершению. Давайте я буду продолжать работу, а потом еще покажу. субтитры